Дорогие друзья, перед началом фильма важное объявление. Мы сделали телеграм-канал. В нем будут размещаться дополнительные материалы, не вошедшие ни в один из фильмов. Различная справочная и эксклюзивная информация. А также включение в режиме реального времени во время экспедиции. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Будем вам рады. Здравствуйте, дорогие друзья. Когда я поднимаю вопрос о ядерной войне в начале 19 века, то большинство людей реагирует примерно так. Одним из главных аргументов скептиков, которые высмеивают версию ядерной войны в начале 19 века, является якобы отсутствие, по их мнению, самой технической возможности для создания ядерного оружия в недалеком прошлом. Должен признать, аргумент достойный, потому как все мы учились в школах и еще со школьной скамьи знаем, что вплоть до 19 века воевали палками, строили в основном из грязи, а ездили на лошадиной тяге. Сейчас не буду ни с кем спорить и уж тем более не буду никому ничего доказывать. Просто предлагаю еще раз вспомнить школьную программу по истории. Повествование в фильме отталкивается от общеизвестных фактов и делается их анализ. Подчеркиваю, все факты, изложенные далее, фотографии, рисунки, таблицы, численность войск и КПД паровых машин, все это взято из открытых официальных источников по школьному курсу истории. Каждый из вас при желании сам может все это найти, проверить и перепроверить. Вот это другое дело. С этого надо было начинать. Сразу хочу предупредить, экшена в этом фильме не будет, поэтому если процесс анализа вас утомляет, то сразу перемотайте за одну минуту до конца, там будут подводиться итоги и делаться выводы. Однако, если вы по своей натуре скептик, или вам противна сама мысль о каком бы то ни было катаклизме в 19 веке, или по каким-либо причинам вы все еще не готовы услышать иную, отличную от официальной точку зрения, то лучше сразу выключите фильм, поставьте палец вниз и не тратьте свои время и нервы. А еще киньте этот фильм своим друзьям, знакомым, пусть они в комментариях не стесняются, мол, автор натягивает сову на глобус, все притянул за уши, дебил и ничего не понимает. Любой комментарий под этим фильмом адресуется не лично автору или его помощникам, а напрямую официальным историкам, ибо все материалы сегодняшнего фильма взяты из официальных источников. Так что они будут очень рады почитать, что вы там напишите. А вот если вы действительно хотите во всем разобраться, или вам просто интересно услышать иную версию, тогда смотрите и слушайте внимательно. Но будьте готовы услышать то, что может перевернуть ваше мировоззрение. Ну что же, начнем. Итак, тема сегодняшнего фильма – уровень научно-технического прогресса в начале 19 века. Еще со школьной скамьи мы знаем, что промышленность и наука начали бурно развиваться лишь в конце 19-го – начале 20-го веков. В это время были сделаны многие открытия, легшие в основу современных электротехники и медицины, машина и приборостроения и так далее. Произошла так называемая научно-техническая революция. Так нам говорит официальная история. Однако задумались ли вы хоть раз, почему столько тысячелетий люди не делали этих открытий, а потом вдруг сразу поумнели и все изобрели? Нет? Не задумывались? Ну тогда сейчас самое время. Объяснения официальных историков по этому вопросу весьма простые. Научно-технического развития не было, так как в нем не было необходимости. Чтобы понять глубину противоречия официальной истории самой себе, давайте разберем простой пример. Возьмем солдата Российской императорской армии начала 19 века. Еще со школы мы знаем, что солдат того времени выглядел примерно так. Даже если на самом деле в начале 19 века солдаты одевались подобным образом, то анализируя лишь эту картинку нам откроется очень многое. Главное смотреть внимательно. Начнем с оружия. У солдата имеется гладкоствольное кремниевое ружье с ударно-кремниевым замком, заряжающееся сдуло, образца 1808 года, а также сабля длиной около 60 см, образца 1807 года. Теперь давайте посчитаем. Официальная история нам говорит, что перед началом Отечественной войны 1812 года русская армия состояла из пехоты 360-380 тысяч человек, кавалерия 60-70 тысяч человек, артиллерия 35-40 тысяч солдат и 1600 пушек. И это мы еще не считаем флот, который к тому времени уже был. Каждому солдату полагалось ружье, не говоря уже о саблях. То есть технологические мощности того времени позволяли снарядить армию таких размеров. Далее зачитаю вам официальные данные. Просто вдумайтесь в те цифры, что вы сейчас услышите. Цитата. Один только тульский оружейный завод с 1808 года увеличил производство ружей с 40 до 100 тысяч стволов в год. А кроме того, с этого времени на русских заводах стали производить более новую модель, скопированную с французского ружья 1777 года. Производством стрелкового оружия занимались Тульский, Сестрорецкий и Ижевский заводы, которые с 1810 по 1814 год изготовили и восстановили более 624 тысяч ружей, штуцеров и пистолетов. На Петербургском, Московском и Киевском арсеналах в 1812 году отремонтировали около 152 тысяч единиц стрелкового оружия. Артиллерийские орудия изготовляли мастерские Петербургского и Брянского арсеналов, а восстанавливали на Киевском арсенале. Конец цитаты. Для производства даже такого количества примитивного по сегодняшним меркам оружия все равно нужна мощная металлургическая промышленность. Отсюда делаем первый вывод. Металлургическая промышленность была хорошо развита. Прежде чем из металла что-то сделать, его нужно добыть. Руду нужно переплавить, то есть необходимы шахты и рудники. Отсюда второй вывод. Горнодобывающая промышленность была хорошо развита. Глокостольное ружье, по сути, это обычная металлическая труба. Но для производства даже таких стволов ружей требуются высокоточные токарные, фрезерные, координатно-расточные и сверлильные станки, а также высокоточные измерительные и металлорежущие инструменты. Для производства таких инструментов должно быть налажено высокоточное приборостроение и станкостроение. Сейчас на ваших экранах сканированы схемы станков из книги описания Тульского оружейного завода от 1826 года. Делаем третий вывод. Металлообрабатывающая промышленность и метрология были хорошо развиты. Для стрельбы из ружей и пистолетов нужно использовать порох. То есть для того, чтобы тысячи ружей и пистолетов могли выстрелить, причем не один раз, производство пороха должно быть организовано в промышленных масштабах. Четвертый вывод. Химическая промышленность была хорошо развита. Следующее, что мы рассмотрим, это обмундирование. Для кройки и шитья столь сложных элементов формы требовалось нечто большее, чем вышивающие по вечерам бабушки. Что бы там ни говорили музейные экскурсоводы про индивидуальный пошив формы каждым солдатам себе самостоятельно, здесь просто нужно понимать, что солдатская форма была строго унифицирована. А при индивидуальном пошиве, даже имея стандартные выкройки, готовая форма все равно будет отличаться цветовыми оттенками и скосами, как ты не старайся. Для различных родов войск и подразделений использовались ткани разных цветов, но строго определенных оттенков, которые невозможно выдержать при индивидуальной окраске. Естественно, вы скажете, что сами солдаты ткани не красили, а покупали уже готовые у различных купцов и торговцев. Ни один купец или мелкий промышленник не сможет одеть всю армию, а несколько раздельных ткацких мануфактур, которыми владеют различные купцы или промышленники, не смогут обеспечить условия, чтобы элементы в форме были одного оттенка. Для окраски ткани в таких масштабах нужно много крупных текстильных производств, комплексный подход уровня целой страны. То есть, опять-таки, нужна хорошо развитая химическая промышленность. Ткани нужно соткать, покрасить, раскроить, сшить. Пятый вывод. Легкая промышленность была хорошо развита, даже если армию одевали не государственные, а частные компании. Помимо тканей, в обмундировании используется кожа, ремни и обувь, а также металл, пуговицы, заклепки, кокарды, ну и другие мелочи. Производство всего этого также было поставлено на поток. Но мало все это изготовить. Все элементы экипировки нужно собрать воедино, чтобы всего хватило и не осталось ничего лишнего. Значит, шестой вывод. Были развиты планирования, статистика и учет. Все разнообразные производства просто физически не могли находиться в одном месте. Седьмой вывод. Была развита логистика между этапами производства, налажены транспортные связи и имелись дороги, причем хорошие, не раскисающие осенью, весной и незаметаемые снегом зимой. В этом плане в железная дорога подходит лучше всего, ибо армия должна оставаться армией всегда, а не только летом. Для зарядки кремниевых ружей использовался бумажный патрон. По крайней мере, так утверждает официальная история. При зарядке ружей даже была такая команда «Скуси патрон». Об этапах зарядки ружей того периода и принципе их действия можете почитать сами в интернете, полной информации на эту тему. Мы же делаем восьмой вывод. Бумажная промышленность была хорошо развита. Друзья, подчеркиваю, армия состояла не из одного человека, а из сотен тысяч. Соответственно, производство каждого элемента экипировки нужно умножать на численность войск, а в случае с патронами несколько раз умножать, ибо боекомплекс солдата состоял из более чем одного патрона. И это мы еще не затронули вопрос о том, что всю армию нужно было кормить. А основываясь только на анализе обмундирования русского солдата, делаем общий вывод о степени развития промышленности в начале 19 века. Утверждение, что Российская империя была аграрной страной, мягко говоря, не совсем правильная. По крайней мере, индустриально-промышленный сектор был очень хорошо развит. Это развитие по своему уровню подходит ни много ни мало под середину 20 века, если даже не превосходит его. А теперь продолжим мыслить логически. Для работы всей этой тяжелой и легкой промышленности требуется энергия, причем огромная. Верить в то, что точные токарные сверлильные станки для изготовления столов ружей приводились в действие осликами, может лишь наивнее Буратино. Водяное колесо также не всегда применимо, ибо реки, тем более с большим уклоном, есть не везде. А строить высокие плотины на равнинах, это значит затапливать большие площади сельскохозяйственных плодородных земель. Это в аграрной-то стране? Не спорю, единичный случай таких плотин есть, но эти исключения лишь подтверждают правила. Тут вы наверняка скажете, что станки приводились в действие паровой машиной. Не спорю, это вполне возможный вариант. Более того, на некоторых заводах паровые машины на самом деле работали, так как это было единственным вариантом. Но, как всегда, есть некоторые детали, которые портят всю официальную картину. Во-первых, классический паровой двигатель, который выпускает отработанный пар в атмосферу, имеет КПД от 1 до 8%. Паровой двигатель с конденсатором и профилированной проточной частью имеет КПД до 25-30%. То есть, сжигая 100 килограмм угля, в дело идет только 1-8 килограмм. В самом идеальном случае 30 килограмм. И то не всегда. Остальное просто улетает в воздух. Это не моя выдумка, это опять же точка зрения неофициальной истории. Объемы производства оружия и обмундирования для армии измерялись не единицами, даже не тысячами, а сотнями тысяч штук. Понятно, что на одном станке такие объемы невозможно реализовать. Станков также были тысячи, сотни тысяч. По фотографиям конца 19 века можно понять, как приводились в действие эти станки в конце того же самого 19 века. Под потолком цеха был расположен основной ведущий вал, с которого ременной передачей вращающий момент передавался на станок. Даже не прибегая к сложным расчетам для определения требуемой мощности паровой машины становится понятно, что эта мощность была очень приличной и требовалось несколько паровых машин только на один цех. А сколько всего было цехов на одном заводе? А сколько всего заводов? А теперь представьте тысячи паровых машин с КПД 1,8%. Ладно, пусть даже под 30%. Сколько угля они сожгут. В этом случае всем железным дорогам, если они тогда уже были, только и останется, что уголь возить ничего другого они просто не успеют. Кстати, согласно официальной истории, первая железная дорога в России появилась лишь в 1837 году. То есть, до этого уголь для паровых машин возили на телегах, запряженных лошадьми. Если это так, то получается, что заводы и фабрики простаивали по полгода. Ведь весной и осенью распутится. Груженая телега по грунтовой дороге не пройдет. И объяснение официальных историков о том, что на каждом заводе имелся запас угля, вызывает лишь улыбку. Друзья, вы видели запас угля даже для небольшого завода? Это целая гора приличных размеров. И непосредственно в цеху эту гору не насыплешь. Вплотную к цеху тоже. Следовательно, опять нужны телеги с лошадьми и какие-никакие дороги. Получается, что для того, чтобы заводы работали без перерыва в круглый год, нужно как минимум, чтобы или дороги между городами и селами были мощенные, а то и вовсе железные, или не было смены времен года. Это два минимальных условия, при выполнении любого из которых становится возможно круглогодично оснащать армию. Так или иначе, как вы уже поняли, логистика по доставке сырья, полуфабрикатов и топлива была хорошо налажена. Единственное, что в эту логистику не вписывается, это официальная точка зрения по доставке угля для паровых машин. Друзья, если кому интересны конкретные цифры, то в фильме про доминую печь в Истии, Рязанской области, есть подробный разбор для каждого килограмма угля и руды с расчетами телег и расстояний. Ссылка в описании. Тут нужно понимать, что какой бы дорога ни была, помимо угля по ней возили металл для изготовления ружья, ткани, химические компоненты пороха, красок, а также фураж для лошадей и продовольствие для самих воинских частей. Помимо этого, дороги использовались для гражданских целей. Теперь, друзья мои, вам предстоит самим решить, что есть правда, а что вымысел. С одной стороны, армия в начале 19 века имела огнестрельное оружие и была хорошо экипирована. С другой стороны, русский солдат это обычный дикарь, одетый в рубище и вооруженной дубиной. Потому что, если мы соглашаемся с первым вариантом, то мы автоматически принимаем то, что уровень научно-технического прогресса в начале 19 века был таким же, как в середине века 20. Но если высокий уровень научно-технического прогресса в начале 19 века мы считаем бредом, что такого не может быть в принципе, как собственно и утверждает официальная история, то мы автоматически лишаем русского солдата огнестрельного оружия и всей экипировки. Это вытекает и с точки зрения официальной истории. Цитата из Википедии. Именно в период с 1830 по 1860 годы в России произошел промышленный переворот, аналогичный тому, что происходил в Англии во второй половине 18 века. Так, в начале этого периода в России были лишь единичные экземпляры механических ткацких станков и паровых машин. А к концу периода только в хлопчатой бумажной промышленности было почти 16 тысяч механических ткацких станков, на которых производилось около трех пятых всей продукции данной отрасли. И имелось паровых машин, паровозы, пароходы, стационарные установки общей мощностью порядка 200 тысяч лошадиных сил. Одновременно с созданием в 1830-1840 годах практически с нуля новых отраслей, таких как хлопчатобумажная, сахарная, машиностроительная и другие, шел быстрый процесс вытеснения из промышленности крепостного труда. Основной формой крупного промышленного производства была мануфактура, но в 20-е и 40-е годы 19 века начинается переход производства от мануфактур к фабрикам. Конец цитаты. В учебнике по истории отличия небольшие. Обращаю ваше внимание, друзья, что официальная история говорит о создании с нуля целых отраслей промышленности в 1830-1840 годах, например, хлопчатобумажной. А как до этого армия одевалась? Неужели правда каждый солдат шил себе сам? Мы сейчас рассмотрели лишь пример простого военнослужащего российской императорской армии, образ которого нам преподносит официальная история. Однако, помимо армии, в Российской империи того периода создавались произведения искусства и строились замечательные здания по технологиям соизмеримым с современными, которые стоят до сих пор. А теперь давайте выстроим логическую цепочку, что должно было быть в наличии для самой возможности нанесения ядерного удара в начале 19 века. Ну, во-первых, это сам ядерный заряд. Во-вторых, средства его доставки. Сюда включаются пусковые механизмы, системы наведения, обслуживающие и второстепенные системы. В-третьих, атомная промышленность в целом для добычи руды, ее обогащения, переработки, производства зарядов и их хранения. В-четвертых, радиологическая защита обслуживающего персонала, системы контроля уровня радиоактивного и ионного излучения, системы защиты человека. Все эти четыре пункта подразумевают наличие высокоточного прибора строения, отлаженной логистики и системы учета. В современной истории такой точности в приборах добились к первой трети 20 века, а уже в 50-х годах страны имели ядерное оружие. Аналогию проводите сами. Возвращаясь к так называемому научно-техническому прогрессу конца 19-го, начала 20-го века. Друзья, вы серьезно до сих пор думаете, что это были открытия и изобретения чего-то нового? Ведь пословица «все новое это хорошо забытое старое не случайно имеет место быть». Кстати, первое упоминание этой пословицы относится к 1824 году. В конце 19-го, в начале 20-го века просто восстанавливали утраченное и разрушенное в ядерной войне начало 19-го века. А нам все это преподнесли как новые изобретения. И обратите внимание, что же изобретали в начале 20-го века? Скрепки для бумаг, звуковое кино, дирижабль и самолет, полупроводниковый диод, шариковая ручка, стиральная машина, счетчик Гейгера, противогаз, жаростойкая стеклянная посуда, электрическая гирлянда для елки, теория фотоэффекта и общая теория относительности. Список можно продолжать очень долго. Это лишь некоторые примеры. Так вот, друзья мои, не кажется ли вам, что все эти изобретения в кавычках просто воссоздавались заново? Происходило последовательное восстановление народного хозяйства из разрухи, вызванной глобальной войной. Как бы лично вы не относились к версии о ядерной войне начала 19-го века, но факт остается фактом. Даже исходя только лишь из одних официальных источников, Российская империя уже в начале 19-го века могла иметь ядерное оружие. По крайней мере была очень близка к этому. Друзья, благодарю вас за то, что досмотрели до конца. Но на этом еще не все. Поэтому я с вами не прощаюсь. Впереди есть много интересного. Всего вам доброго и до скорых встреч! До новых встреч!